Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика.Инфо» Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Александр, поставки СПГ из США в Европу упали до уровня 2021 года, что достаточно значительно. В это время ДТК Украины заключает отдельный контракт на поставку американского СПГ на Украину. Прошу прокомментировать, как это связано и что у них получится. Действительно, по итогам мая 2024 года поставки газа с американского направления в страны Европейского Союза составили 1 миллиард 723 миллиона кубических метров. Это, если мы считаем, в регазифицированном виде. А то некоторые наши комментаторы приходят и пытаются объяснять, что нет, СПГ считается в миллионах тонн. Мы в курсе, но в данном случае для простоты мы сразу переводим в регазифицированную величину. И если сравнивать соответствующие периоды, то есть май, то это минимальные поставки, ну, как минимум с 2021 года, когда было поставлено чуть-чуть меньше 1 миллиард 700 миллионов. Там, если прям совсем точно говорить, 1 миллиард 701 миллион кубических метров был поставлен. Ну, то есть разница настолько незначительная, что можем сказать, что в мае 2024 года объем поставок был таким же, как в мае 2021. Для сравнения, в 2022 году было поставлено 2,261, ну, то есть 2 миллиарда 261 миллион кубических метров в виде, ну, с американского направления. А в прошлом году было 2 миллиарда 700 миллионов поставлено. Ну, соответственно, за год падение почти на 1 миллиард кубических метров. Если мы в целом посмотрим на объем импорта газа в Европе в мае, то мы увидим падение по отношению к прежним периодам. То есть практически каждую неделю, а там идет подсчет по неделям, каждую неделю обновляются минимумы импорта газа. Почему так происходит? По банальной причине объемы потребления сокращаются. Да, разумеется, в зимний период был отдельный момент, когда казалось, что вот, 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 началось восстановление. Но нет, восстановление быстро закончилось, и все перешли опять к сокращению. Я думаю, постоянные читатели моего персонального телеграм-канала «Нефтегазовая игра» уже в курсе. Я там и графики соответствующие выкладывал. Вы подписывайтесь, чтобы наблюдать веселые и увлекательные графики. Так вот, они в курсе, как это происходило, почему это происходило, как там в Германии, что творилось. Ну, а вам вот сообщают, что, пожалуйста, потребление газа продолжает сокращаться относительно аналогичных периодов прошлых лет. И в этой связи поставки падают не только с американского направления, но практически отовсюду, кроме направления российского. Российское направление в текущем году по СПГ даже обновляло исторические рекорды. Но это, правда, было зимой. А потом, точнее, это было в первом квартале. А потом мы идем по верхней планке поставок через Украину практически на протяжении всего года. И рекордные поставки в страны Европейского Союза осуществляются через Турецкий поток. Да, в начале июня Турецкий поток был остановлен на планово-профилактические работы. Но это длится неделю. То есть, скорее всего, уже сейчас все было запущено, и объемы поставок восстанавливаются. Кстати, это говорит нам о том, что, в принципе, за июнь импорт СПГ может даже подрасти. Потому что вот эти выпадающие где-то 300-350 миллионов кубических метров в неделю надо было компенсировать. А в страны Европейского Союза через Турецкий поток идет где-то так вот. Где-то 300-350 миллионов кубов. Это не значит, что в принципе через Турецкий поток идет такой объем за неделю. Нет. Только в страны Европейского Союза. Есть еще Сербия, есть еще Турция, которые также получают газ по Турецкому потоку. Мы здесь только про Европейский Союз. Что касается Украины и подписания контракта, тут противоречивые данные. Потому как практически все у нас написали про контракт. Более того, заключен первый контракт. Но если посмотреть более подробно, то заключено необязующее соглашение на 2 миллиона тонн. Ну, как раз вот примерно 2,5 миллиарда кубов. А тут вот какой момент. Необязующее соглашение и контракт. Это немного разные вещи. Более того, обычно, когда вы заключаете контракт с американским производителем СПГ, то вы его заключаете не с условиями поставки газа, не подразумевая условия поставки газа. То есть вам производят СПГ, отдают его и говорят везите куда хотите. А здесь подразумевается, ну, как у нас стали показывать, что, видали, они заключили контракт. И сейчас этот СПГ повезут. Ну, вот с конца 24-го года прям повезут. Это первый контракт. Это не первый контракт. Если мы обратимся к ситуации 17-18 годов, то мы увидим, что там уже были соглашения подписаны, которые тогда уже называли первыми контрактами. Учитывая необязующий статус данного соглашения, я, честно говоря, не вижу принципиальной разницы. Ну, на данный момент не вижу принципиальной разницы между тем соглашением, которое заключила ДТЭК, и теми соглашениями, которые раньше принимали, раньше были подписаны. Более того, с той же компанией. Соглашения, которые раньше подписывались, подразумевали поставку СПГ в регазифицированном, понятное дело, виде на территорию Украины через Польшу. Ну, то есть контракт, контракт, в кавычках, был заключен. И вот где-то вот последние года два уже должны были поставлять этот газочек из Соединенных Штатов. Как дела? Как с поставками? Идут? Ну, учитывая отсутствие новостей, видимо, не очень. Еще раз, с 22-го примерно года должны были эти поставки осуществляться. Ну, как дела? В 24-м году они совершенно точно должны были идти. Как дела? Как идут? Все нормально, все хорошо. Где можно почитать об объемах импорта газа из Соединенных Штатов на территорию Украины? А то, ну, контракты, вон они. Еще при Порошенко заключались. Очень громко о них говорили. У нас тут все бегали с выпученными глазами. Говорили, мама родная, смотрите, американцы будут поставлять на Украину через Польшу. Ну, да, польский терминал настолько огромен, невероятно огромен, в кавычках. То есть мощности польского терминала недостаточны для обеспечения импорта газа в объемах, необходимых самой Польше. Ну, понятно, у нее есть газопроводы из соседних стран Европейского Союза, которые в отсутствии поставок прямых из Российской Федерации позволяют получать газ. Но когда говорят про поставки СПГ, говорят, смотрите, Польша – это газовые ворота Европы. Ну, да, Польша – это газовые ворота Европы, если не помнить о том, что в Польше мощность терминала порядка 5 миллиардов кубов. А в целом по Европе, включая Великобританию, порядка сейчас 240 миллиардов кубов газа можно через терминалы завозить. То есть теоретически могут быть поставки по этому контракту. Да, могут быть поставки по этому контракту. Ну, то есть ничто не мешает, особенно если будут соответствующие свободные мощности. Компания ДТЭК может там в лице ее дочернего предприятия взять этот газочек, привезти его через какой-нибудь терминал. Завести на территории Европейского Союза, а оттуда уже как-нибудь по бумагам, по крайней мере, прокачать на территорию Украины. Тем более, что речь идет о газоснабжении не только Украины, но и стран Восточной Европы. То есть это соглашение подразумевает, что компания ДТЭК будет претендовать на некие объемы газа, не очень большие, прямо скажем. То есть там речь, еще раз, где-то, ну, о двух с половиной миллиардов кубов. Да даже трех, если миллиардов кубов, это мало. Ну, для компании ДТЭК это, конечно, ох-ох-ох, это прекрасная величина, просто замечательная. Но продавать этот объем не обязательно будут Украине, это можно украинским потребителям. Это могут быть объемы, которые продадут, если продадут и в странах Восточной Европы. Вот. То есть сейчас, судя по тем данным, которые у нас публикуют, не совсем ясен статус и форма этого контракта. То есть это толинговая схема, это ФОБ или дочернее предприятие, производителя. Возьмет какие-то объемы газа, привезет. Где будет точка сдачи этого газа? На терминале? Ну, хорошо, допустим, на терминале. И там вот эта компания ДТЭК в лице, опять же, своего дочернего предприятия этот газ возьмет и куда-то там потащит. Ну, окей. А может так произойти, что вот их соглашение, если оно действует по схеме ФОБ, по толинговой схеме, вообще не будет подразумевать поставок в Европу? Может. То есть если это соглашение по той же схеме, по которой, опять же, году в 17-м подписывалась компания ПГНИГ, польской нефтегазовой компании, то согласно такому соглашению вы получаете газ у производителя. Ну, и что, казалось бы? А то, что получение газа у производителя в данном случае означает, что вот стоит завод, вот у него терминал погрузочный, и вам загружают этот СПГ, и везите куда хотите. Хотите в Европу, хотите в Азию, куда угодно. И если посмотреть на движение СПГ, которое производится в Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что, скажем, в первом квартале огромные объемы, да, действительно. Ну, огромные объемы действительно поставлялись и в Европу тоже. Но основной, основной, основная входная точка, это была Франция и Испания. Вот два главных получателя. А, да, Нидерланды, конечно. Ну, Нидерланды сами по себе являются именно воротами. То есть, Франция, скорее всего, сама потребляет этот газ, который получает, который компания Total, американская компания Total. Расскажите, пожалуйста, в комментариях про структуру акционерного капитала компания Total. Мне каждый раз очень интересно это читать. Вот в 20-й раз я с удовольствием читаю. Расскажите, пожалуйста. Так вот, самая американская из всех компания Total везет, значит, во Францию свой газочек. Какие-то компании завозят газ через Нидерланды, какие-то через Бельгию. Через Бельгию часть этого газа выкупают немецкие компании. Они же покупают и СПГ, который везет из Российской Федерации через Бельгию. Есть... Бельгия, кстати, одна из крупнейших точек входа для российских поставок газа. Вот. Так что все прекрасно, все замечательно. Вы не находите? Так вот. Но в то же время восстановились объемы поставок в Китай, в Японию, в Южную Корею и Соединенных Штатов Америки. А рост поставок в Китай свидетельствует о росте потребления газа. Если мы вспомним... Ну, конечно, если верить Урсуле фон дер Ляйен, то бировой энергетический кризис начался 24 февраля 1922 года. Но почему-то Китай боролся с ним, как и Европа, кстати, под руководством Урсула фон дер Ляйен. Боролась еще во второй половине 1921 года. И вот Китай, в частности, стал сокращать потребление газа на своей территории, наращивая производство угля и потребление угля еще в октябре 1921 года. А в 1922 году китайские компании сократили объем закупок газа через биржу. Порядка 20-21 миллиарда кубов было... На 20-21 миллиард кубов были сокращены закупки через биржу. Соответственно, эти миллиарды куда-то пошли. Куда пошли? Пошли в Европу. Где падало потребление. И вот дополнительные объемы, которые перетекли с азиатского направления, позволили как-то свести дебет с кредитом. Свести газовый баланс. Сейчас потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе по мере устаканивания относительно низких цен на газ растет. В том числе биржевых цен, понятное дело. Потому что все еще не устанем напоминать. Есть еще цены с привязкой к нефтяной корзине. И на них вся эта история с мировым энергетическим кризисом вообще не оказывала никакого влияния. Вот просто. Там своя была атмосфера с ценами. Но эту часть мы не трогаем. Американские поставки, они привязаны к биржевым котировкам. Поэтому тут мы постоянно говорим про биржу. Вот биржевые котировки устаканились. Закупки газа в Азии растут. А в Европе потребление сокращается. Газа увеличился импорт из России. Ну и газочек начинает потихонечку перетекать в Азию. Да, разумеется, это не значит, что в Европе не будет газа, произведенного в Америке. Вот завтра. Нет. Это не очень быстро происходящие процессы. Ну то есть кто у нас тут? У нас в комментариях есть и люди, которые... Европа замерзнет, не замерзнет. И люди, которые, несмотря наши ролики... Ну я понимаю, да. Проще комментировать заголовки. Большой вам привет, кстати. Кто комментирует заголовки. И вторая часть есть наших зрителей, точнее комментаторов, которые кричат, что... Вот вы говорили, Европа замерзнет, а она не замерзла. Мы никогда этого не говорили, дорогие друзья. Мы не такой канал. Мы не говорим, что Европа замерзнет и что она не замерзнет. Но происходят большие процессы в области потребления газа. Азия наращивает закупки. Мы об этом говорили, что Азия будет наращивать закупки. Азия наращивает. Будет происходить постепенно переток газа с европейского направления на американское. Происходит этот переток. Пока этот переток не может иметь массовый характер. Потому что если он будет иметь массовый характер, то котировки взлетят. Но тем не менее потихонечку, полигонечку это происходит. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра». На канал «Инфотек» тоже подпишитесь, пожалуйста. Ну, передаю слово Максиму. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Александра Фролова. Подписываемся на «Геоэнергетика.Инфо». Все ссылки будут в описании к данному видео и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для всех желающих финансово поддержать наш проект. Чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах Ютуба. В условиях лишения монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok